Какой вы можете поделиться самой интересной историей о вашем предке? Не берем в расчет родителей. Мой дедушка числился пропавшим без вести в бою, считался погибшим в Первой мировой войне. А бабушка на тот момент ждала их первого ребенка. Она была уверена, что больше никогда не увидит своего мужа. Но однажды к ней в дверь постучали, она открыла и увидела на пороге моего деда. Он стоял в больничной синей форме, которую надевали солдаты, когда проходили лечение в госпитале. Оказалось, что во время взрыва он потерял сознание, все подумали, что он умер. И его отправили в госпиталь, расположенный недалеко от его дома. Когда он пришел в себя и оказалось, что он жив и совершенно здоров, ему дали возможность сходить домой в увольнение, после чего отправили обратно на фронт. Когда бабушка увидела его живого, у нее от шока начались преждевременные роды. Дед пережил войну, с бабушкой и ребенком тоже все было в порядке. Они все прожили довольно долгую и благополучную жизнь. Мой дед родился в 1889 году. Он вырос на ферме. Как-то раз они с братом выкапывали пень с помощью мотык. Они, стоя напротив друг друга, поочередно хреначили по нему. Его брат немного ошибся во время замаха и ударил моего деда по голове. Отец наложил на его рану какую-то жидкую мазь и уложил сына спать. Проснувшись на следующее утро, дед понял, что он ослеп. Отец решил, что тот притворяется, чтобы отлынивать от работы по дому. И велел ему идти пахать. Тогда мой дедушка на ощупь добрался до сарая и покормил овец. Но к тому моменту его отец уже понял, что он все же сказал правду. Тем не менее, через несколько дней его зрение вернулось. В будущем мой дед стал врачом и понял, что удар мотыгой повредил ему зрительный нерв. К счастью, не навсегда. Позже, во время Первой мировой войны, он служил армейским врачом во Франции, где ему также пришлось столкнуться с пандемией гриппа 1918 года. У моего дедушки есть любимая история из его детства про то, как он потерял три пальца. Их потом пришили обратно. Он и его брат играли с топором, потому что почему бы и нет. И его брат решил взять моего деда на слабо. Спросил, осмелится ли он положить руку на бревно. Дед пожал плечами, думая, что его брат блефует. Опустил руку на полено, а его брат взмахнул топором, думая, что мой дед уберет руку. У нас не самая умная семья. Деда моего деда нашли блуждающим голым по лесу. По прикидкам, ему тогда было около 8 или 9 лет. Он не говорил, но когда ему что-то говорили, он все понимал. Через несколько лет он начал разговаривать, но так и не смог вспомнить ничего о своей жизни до того, как его нашли. И приютили мои пра-пра-пра-дедушка и пра-пра-пра-бабушка. Они вырастили его как родного. И по рассказам родственников, он вырос вполне нормальным человеком. И прежде чем продолжить, минутка полезной информации, не перематывайте. Дорогие подписчики, вы хотите стильно и недорого одеваться? Тогда рекомендую вам годный магазин кроссовок и одежды Hustle.rf. Ребята продают реплику известных брендов, которая по качеству и материалам не отличается от оригинала. В наличии более 5000 кроссовок и одежды по адекватным ценам. Редкие и эксклюзивные модели, которые вы сейчас нигде не купите. Либо потратите в три раза больше. У Hustle на сайте только реальные отзывы покупателей. И что очень важно, у них есть бесплатная доставка и оплата при получении. Если товар не подошел, просто возвращайте обратно. Для наших подписчиков в Hustle предоставили промокод Upvote, который дает скидку 30% на все товары. Не переплачивайте и тратьте деньги с умом. Ссылочка в описании. Продолжаем. У моего дедушки был хозяйственный магазин в центре Богаты в Колумбии. Когда 9 апреля 1948 года в городе происходили масштабные беспорядки, он находился в магазине. Люди жгли все вокруг и занимались мародерством. Чтобы его не убили, ему пришлось притвориться мертвым, лежа среди трупов других людей. У моего двоюродного деда случилась похожая история. Он был японским военнопленным в Бирме. Группа пленных, в числе которых был и он, попыталась сбежать, но их перестреляли. Деду удалось спрятаться среди трупов и каким-то образом спастись. В то время он был рядовым пехоты, но группе солдат, которая его нашла, нужен был повар. Он прослужил еще 30 лет в Гонконге, Сингапуре, Германии и Великобритании и дослужился до подполковника продовольственного снабжения. Моя прапрабабушка работала горничной у Уинстона Черчилля. Когда она пожелала покинуть службу, чтобы выйти замуж, он умолял ее остаться, настолько она ему нравилась. Она все равно отказалась, и в итоге он подарил ей в качестве свадебного подарка стол и стул из своей собственной гостиной. Этот стул стоит сейчас в мамином кабинете у моих родителей, а стол хранится на складе. Мой прадед был из богатой семьи, которая берет корни в Греции и Албании. Это были 1890-е годы. У него возникла интрижка с простой крестьянкой, и та забеременела. Вместо того, чтобы жениться на ней, его семья отправила моего прадеда в Америку. Тогда родня этой крестьянки накопили достаточно денег и отправили ее в Америку вслед за ним. Она нашла его в Нью-Йорке, и они там поженились. Мой пра-пра-пра и т.д. дед был первым осужденным, отправленным в Австралию и освобожденным после отбытия срока. Он вывел пшеницу, которую мы сейчас выращиваем здесь. Европейская пшеница не прижилась. У меня для вас есть история моего деда, касающаяся Второй мировой войны. Он родился в 1908 году, так что он пережил обе войны. А поскольку мы живем в Мазеле, северо-восток Франции, он с самого начала жил на оккупированной территории и прекрасно говорил по-немецки. Он работал механиком, так что когда Германия вторглась в Европу во второй раз, его отправили на работу чинить машины. На работе он все время притворялся, что не понимает ни слова по-немецки. Солдаты всегда очень долго объясняли ему, что нужно делать, а он постоянно допускал ошибки, но не настолько критично и чтобы подвергаться серьезной опасности. Командир жутко ненавидел его за все это, но его навыки все равно были им очень нужны, ведь дед знал свое дело. В конце войны, когда им дали приказ отступать, мой дед произнес перед германским командованием прощальную речь на самом лучшем, самым чистом немецком языке. Если вкратце, он жестко послал их нахер. Замкомандира был так взбешен тем, что его все это время выставляли дураком, что потянулся за пистолетом. Однако главное, остановил его, потому что это не стоило того, учитывая, что у них было времени в обрез. Мой прадед вырос в Италии в очень бедной семье. У него на руке появилась какая-то инфекция. Он мог бы умереть от нее, если бы он не начал ее лечить. А поскольку он был бедным, о лечении можно было забыть. Так что как-то раз, когда ему было 14 лет, он и несколько его друзей нашли бутылку спиртного, пень и топор. На тех фотографиях, что я увидел, у моего прадеда была только одна рука. Как-то раз мой прадед пришел с работы пораньше и застал свою жену в постели с молочником. Или почтальоном, не помню точно. Так или иначе, между ними возникла потасовка, и молочник-почтальон выбросился из окна спальни. Он умер в больнице через два дня. Это случилось в том же доме, где вырос я, потому что дом принадлежал нашей семье еще очень долгое время. Я пытался найти об этом инциденте, статьи в новостях или что-то подобное. Но так ничего я не смог отыскать. Этот случай часто обсуждался на семейных посиделках. Я всегда старался узнать побольше о своем прадедушке. Оказалось, что он был гробовщиком. Как-то так. Я голландец. Во время Второй мировой мой дед по материнской линии вместе с группой других людей прятал евреев и союзников в укромной неприметной деревне в лесу, в специальной землянке. Позже их все-таки обнаружили эсэсовцы, но им все равно удалось спасти многих людей. В наши дни можно посетить развали на этой деревне, чтобы увидеть, как это все было. Че Гевара научил моего деда играть в шахматы. Мой прапрадед однажды подрался в баре с Панчо Вильей, один из революционных генералов во время Мексиканской революции. А фамилия моей семьи появилась, когда два брата шотландца напились, украли пушку из арсенала местного ополчения и случайно прострелили шпиль местной церкви. Когда они сваливали из Шотландии, они сказали своим детям, если кто-нибудь спросит, кто ты, просто скажи, что ты немец и притвори, что ты не говоришь по-английски. Правда, по-немецки они тоже не говорили. Во время раздела Индии в 1947 году моя бабушка и ее семья Сикхи жили в деревне с индусами, сикхами и одной мусульманской семьей. Когда в порыве жестокости жители деревни захотели напасть на мусульманскую семью, мой прадедушка вмешался и защитил их. После этого он помог им покинуть деревню и добраться до Пакистана, с индийской стороны Пинджаба, где находилась деревня моей бабушки. Мы по сей день не знаем, что случилось с мусульманской семьей и выжили ли они. Моя прапрапрабабушка была аристократкой. Она влюбилась в молодого крестьянина, работавшего на их земле. Ее отец сказал ей, что отречется от нее, если она захочет быть с этим парнем. Однажды глубокой ночью он забрал мою бабушку из дома и они убежали. Я думаю, нет смысла говорить, что от нее отреклись. Именно поэтому мне сейчас приходится работать, вместо того, чтобы тупо чилить и смотреть, как на мой банковский счет каждый месяц падают бабки. У меня есть две, которые так или иначе связаны между собой. Во время Второй мировой войны мой прадед прошел через тот еще адок. Его отправили в ГУЛАГ, но по пути туда он сбежал. Это было где-то на территории современной Беларуси. После чего он пешком вернулся домой в центр Северной Польши, где мы живем и сегодня. Если вам нужно более точное местоположение, погуглите, где находится мой город Чеф. Через несколько лет, в период, когда родился мой дедушка, прадеда забрали служить в немецкую армию. Он служил где-то в Норвегии, откуда снова сбежал, но перед этим он взорвал склад с оружием, который ему вроде как нужно было охранять. Чтобы закончить на более лайтовой и забавной ноте, мой прадед был одним из 13 детей. Его мать, моя прабабушка, назвала своего второго ребенка Станиславом, а последнего тоже Станиславом. У нее было так много детей, что она забыла, что уже называла одного из детей таким именем Лол. Второй Станислав, к сожалению, умер еще младенцем. Бабушка моей бабушки прошла по дороге слез. Примечание. Этническая чистка и насильственное перенаселение американских индейцев. Ее родители не дошли до конечного пункта, предположительно погибли. Когда она добралась до Оклахомы, ее удочерила белая пара. Из-за этого в документах ее записали как наполовину черокки, наполовину белую. Мой дедушка родился в Польше. Когда началась война, ему было в районе 16 лет. А поскольку он был крепким, здоровым, светловолосым, голубоглазым, крестьянским пацаном, его отправили работать на немецкие фермы. Но перед тем, как немцы решили, куда отправить всех своих новых рабов, они поместили его в концентрационный лагерь. В этот момент его старший брат сбежал. Дед говорит, что тот украл пистолет, перелез через забор, порезался о колючую проволоку и просто убежал. Он совершил побег вместе с несколькими другими людьми. Но все они, кроме двух, были убиты. Мой дед должен был бежать с ними, но, по его словам, он просто замерз и струсил. После этого его брат присоединился к какому-то батальону ополченцев и сражался с нацистами, впоследствии погибнув. В конце концов, моего деда перевезли в небольшой городок в Германии и поселили у землевладельцев, которые выращивали какую-то зерновую культуру. Он работал у них. Этот городок был тайно настроен против войны, а семья, в которой он жил, использовала свой дом как конспиративную квартиру для укрывания евреев. У них была целая потайная комната под полом. К счастью, их так и не обнаружили. Они и еще несколько семей в городе хотели, чтобы мой дедушка женился на одной из их дочерей и остался в Германии. И он действительно остался на пару месяцев в Германии. По его словам, он даже вступил в корпус мира. Когда ему все это осточертело, он просто прыгнул на первый же корабль, не имея при себе ничего, кроме пояса с инструментами и одежды. Судно, на которое он сел, направлялось в Австралию. Там он познакомился с моей бабушкой и бла-бла-бла. Потом родился я. У него была такая насыщенная, пугающая жизнь, полная потрясений и опасностей. Но на протяжении всей этой жизни его никогда не покидала одна вещь. Его страсть к растениям. До самой смерти, даже в возрасте 86 лет, он лазил по лестницам и подстригал свои деревья, вручную опылял перышком все свои бобовые растения и шугал с помощью рогатки скворцов, чтобы местные птички спокойно могли себе свить гнездо. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, какой вы можете поделиться самой интересной историей о вашем предке, не берем в расчет родителей. И не забудьте посмотреть наши другие видосы. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!